Не года без сюрпризов. Такой девиз у организаторов самого зрелищного ежегодного фестиваля на Алтае. На этот раз гостей Сибирской Масленицы будут ждать не только творческие конкурсы, хороводы и покорение самого Высокого в России столба с призами, но и взятие снежного городка. Одна из важных традиций на Масленице это взятие снежного городка. Строился снежный городок с двумя воротами, со стенами. И люди делились на две команды зимы и весны и брали этот снежный городок. Это в старину была забава, такая традиционная. Городок брали на лошадях, грудью сносились эти снежные стены, защитники оборонялись метлами и так далее. Достаточно травмоопасная история. Поэтому в этот раз мы делаем взятие снежного городка, но делаем его постановочным. В борьбе за снежную крепость сойдутся две команды. В их составе представители творческих и студенческих коллективов Бийска и Барнаула. Одни будут оборонять крепость, другие попытаются ее взять. Это будет серьезный бой стенка на стенку. И чтобы обошлось без потерь, но было зрелищно, организаторы пригласили каскадера, знатока русских традиций Константина Яшкова. Это не будет настоящий поединок, это будет такая постановочная миниатюра, которая будет очень близка к настоящему. Наша задача ознакомить зрителей с тем, какая была состязательная культура именно кулачного боя стенка на стенку. И впоследствии взятие снежного городка. Ой, что там мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немеряна, дайте коням мне да добрый меч. Рачью пойдем-то погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорого. Узнали, что такое стеношный бой. Первый раз вообще о нем слышал. И понравилось. Впечатления положительные. Контролировать все, и дыхание, и крик, и шаги, и удар. Ну, все равно получается. Что из всего этого получится, гости сибирской масленицы увидят совсем скоро. Только поучаствовать во взятии городка не смогут. А вот в разнообразных конкурсах, да, за победу в них заплатят масленичные рубли. Потратить честно заработанные можно будет в масленичных лавках. Ты попрыгал у тебя настрой, потом ты идешь в эту масленицу, приходишь, говорит, ну вот я заработал два рубля блинных. Тебе масленица там выставка такая, что ты можешь в этом магазинчике купить. А тебе продавец такой весь себя в кокошнике говорит, о, нет, 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 вы хотели вот сгущеночку, а сгущеночка стоит три масленичных рубля. Ты разворачиваешься и идешь еще где-то прыгать. Прыгать, бегать, водить хороводы и петь частушки, а еще провожать зиму, говорят, после сибирской масленицы и весна не за горами. Елена Кузовкина, Мария Микшута, Николай Шилко. День с толком.